Беседа 11. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Неисчиславия рассказывает об этом, как это возможно, но здесь свидетельствуют они о явлении благодати Христовой, поэтому что первосвященники и старейшины сказали им, что они пересказывают, а свои слова хотя опускают, однако и при этом случае являют еще большее дерзновение. Посмотри, как они опять прибегли к истинной помощи, непреоборимому поборнику и опять единодушные с отчаянием, потому что молить своих непросто совершается. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, Владыка Божия, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. Стих 24. Смотри, как мудры молитвы их, когда они просили показать им достойного апостольства, тогда взывали, ты, Господи, сердцеведец всех, покажи. Иоанне 1.24. Потому что там нужно было предведение. А здесь, когда надлежало заградить уста противникам, говорят о владычестве, потому и начали так. Владыка Божия, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым. Что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Солом 2.1.2, стихи 24.26. Они приводят пророчества, как бы требуя от Бога обещанного и вместе утешая себя тем, что враги все замышляют тщетно. Таким образом, слова их значат. Приведи все это к концу и покажи, что они замышляют тщетное. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое. Их стихи 27.29. Видишь ли, любомудрие, и то, как они не ропщут здесь. Они подробно не перечисляют угроз, а говорят только, что им угрожали. Потому что писатель говорит сокращенно. И смотри, не сказали они, сокруши их, не сложи их. Но что? Дай рабам твоим со всяким дерзновением говорить слово твое. Их стихи 29. Так научимся молиться и мы. Правда, кто не исполнился бы гнева, попав к людям, ищущим его смерти, и дышащим такими угрозами. И какого не исполнился бы он негодования. Но не так поступают эти святые. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Своего Иисуса. Их 30. Если именем Его будут совершаться чудеса, то велико будет вергновение, говорят они. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. 31. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. 32. Видишь ли, как вместе с благодатью Божьей они отличались и своими добродетелями. Да и везде должно примечать, что вместе с благодатью Божьей они проявляли и свои добродетели. Как и Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня». Яния 3.6. Впрочем, что сказал выше в словах, «Все были вместе». Яния 2.44. То же самое опять выражает и здесь словами. У народа уверовавшего было одно сердце и одна душа. Сказав же, что они были услышаны, он говорит потом и об их добродетели, так как намеревается приступить к повествованию, а сообщили и она они. Потому, желая показать их преступление, он и говорит сначала добродетели прочих. Но скажи мне, любовь ли родила нестяжание или нестяжание любовь? Мне кажется, любовь нестяжание, которая укрепляла ее еще более. Послушай же, что говорит писатель. «У всех было одно сердце и одна душа». Апостолы же с великою силой свидетельствовали воскресение Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. 33-й выражает, что им как бы вверено было это свидетельство, или говорит о нем как о долге, то есть они с дерзновением преподавали всем свидетельство о царстве, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. 33-34 «Как в доме родительском, все сыновья имеют равную честь, в таком же положении были и они, и нельзя было сказать, что они питали других. Они питались своим, только удивительно то, что отказавшись от своего, они питались так, что казалось, они питаются уже не своим, а общим. 34-35 «Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». 34-35 «Из великого уважения к апостолам они полагали не в руки, а к ногам их». Так Иосия, прозван от апостола Варнавою, что значит «сын утешения» – Левит, родом Кипрянин, 36-й. Это, мне кажется, не тот, который поставлен был вместе с мафием. Тот назывался и Иосией, и Варсавой, а потом прозван был Иустол, а этот был прозван от апостола Варнавою, сыном утешения. И самое имя, кажется, мне получил от добродетели, который был способен и расположен. «Левит, родом Кипрянин, имея у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». 36-37, 111. Замет, здесь как писатель указывает на ослабление закона, когда говорит «Левит, родом Кипрянин». Значит, уже и в переселении были левиты. Но обратимся к вышесказанному. «Будешь я пущены, – говорит, пришли к своим и возвестили им о том, что говорили им первосвященники и старейшины. Смотри, какое смирение и любомудрые апостолов. Они не пошли везде хвастать и говорить, как они отвечали священникам, и при рассказе не тщеславились, но пришедшие просто возвещают то, что слышали от старейшин. Отсюда мы узнаем, что они не подвергали сами себя искушениям, но мужественно переносили те, которые были им причиняемы. Иной кто-нибудь, надеясь на помощь народа, может быть, стал бы порицать и наговорил бы тысячу неприятностей. А эти любомудрия – не так. Но во всем кротко и смиренно. Они же, говорят, услышав, единодушно возвысили голос свой к Богу, возвысили голос от радости и великого усердия. Такие именно молитвы и бывают успешны. Молитвы, исполненные любомудрее, совершаемые о таких предметах, со стороны таких людей, в таких обстоятельствах и таким образом, а все прочие недостойные и нечистые. Смотри, как они не говорят ничего лишнего, но только о силе Господа. Или лучше, как Христос говорил и в идее. О Духе Божьем говорю. Матфея 12, 28. Так и они говорят Духом Святым. Вот и Спаситель говорит о Духе. А что говорят они? Послушай, Владыка Божия, Ты устами Давида Отца нашего сказал, что мятутся народы. Писание обычно говорится об одном, как о многих смысл же слов их следующий. Не сами они, иудеи, превозмогли, но ты соделал все, попустил это и приведший к концу, как благоискусный и премудрый, устроившийся самими врагами по воле своей. Здесь указывают они на благоискусство и премудрость его в том, что хотя те сошлись с убийственным намерением, как враги и противники, но делали то, чего ты, однако, хотел, что соделала рука твоя и предопределил совет твой. Что значит рука твоя? Здесь, мне кажется, рукой называют как силу, так и совет. Тебе довольно, говорит, только захотеть, потому что никто не предопределяет силою. И так выражение, рука твоя, значит, что ты повелел. Или это говорит, или что Господь совершил своею рукою. Поэтому как тогда они замыслили тщетное, так и теперь говорят. делай, чтобы они замыслили тщетное. И дай рабам твоим, то есть, чтобы угрозы их не исполнились на деле. Говорили же они так не потому, чтобы сами опасались претерпеть что-нибудь тяжкое, но заботясь о проповеди. Не сказали, и избавь нас от опасностей. Но что? И дай рабам твоим, со всяким дерзновением, говорить слово свое. Ты сам приведший к концу то, приведи и это. Его помазал. Говорят, смотри, как и в молитве они разделяют с ним страдания, и все относят к нему, и называют его виновником дерзновения. Видишь ли, как они всего просят для Бога, и ничего для собственной славы и любочестия. А что касается их самих, то обещают, что они не устрашатся. Просят также и о знамениях. Говорят, руку твою простри на исцеление, и знамения, и чудеса. И прекрасно, потому что без этого, сколько бы великую они не проявили ревность, все делали бы напрасно. Господь сломился на прошение их, и поколебал место, показал, что Он присутствует при их молитве. И по молитве их, говорит, поколебалось место. А что ради этого имени произошло? Салом 103.32 и Салом 113.7 Бог делает это как для большего страха, так и для того, чтобы внушить апостолам бодрость после прежних угроз, и чтобы расположить их к большему дерзновению, когда было начало проповеди. И потому они имели нужду в видимом знамени для того, чтобы быть более уверенными, а после никогда этого не бывало. И так они получили много утешения от молитвы. Естественно, они и спрашивают и благодати знамений, потому что ни иным, чем как знамениями, они могли доказать, что Христос воскрес. И небезопасности своей только просили они, но и того, чтобы им не постыдиться, а говорить с дерзновением. Поколебалось место, и это еще более утвердило их. А это иногда бывает знаком гнева, иногда посещение и промышление, теперь же гнева. Во время спасительного страдания землетрясение произошло чудное, сверхъестественно, и тогда поколебалась вся земля. И сам спаситель говорил, когда будут гладые моры и землетрясение по местам. Матфея 24.7 И здесь, с одной стороны, это было знаком гнева на тех иудеев, а их апостолов исполнило Духа. Смотри, как и апостолы после Моритвы исполняются Духа. Благодать же великая была на всех, и никто ничего не называл своим. Видишь, как велика сила этой добродетели общения и имений, если она была нужна и там. Действительно, она виновница благ, и об ней-то упоминает. Он здесь в другой раз, внушая всем нестяжательность, говоря выше, и никто ничего из имени своего не называл своим. И 34.113 А что это происходило не от знамений только, но и от их желания, показывает Сапфира и Анания. Не словом только, но и силой они засвидетельствовали о воскресении, как и Павел говорит. И проповедь Моя, и Слово Моё, и проповедь Моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, в 1 Коринфянам 2.4, и не просто силою, но великою силою, и хорошо сказал, благодать была на всех. Потому что благодать в том, что никто не был беден, то есть от великого усердия, дающих, никто не был в бедности. Не часть одну они давали, а другую оставляли у себя. И отдавая все, не считали за свое. Они изгнали из среды себя неравенству и жили в большом изобилии. Притом делали это с великой честью. Так они не смели отдавать в руки апостолов и не с надменностью отдавали, но приносили к ногам их и предоставляли им быть распорядителями и делали их господами. Так что издержки делались уже как из общего имения, а не как из своего. Это предохраняло их от тщеславия. Если бы так было и теперь, то мы жили бы с большей приятностью и богатые, и бедные. Как бедным, так и богатым было бы приятно. И если угодно, мы изобразим это, по крайней мере, словом, если не хотите показать делом, и от того уже получим удовольствие. Правда, это весьма ясно из того, что было тогда, так как продающие не делались бедными, но и бедных делали богатыми. Но изобразим теперь это словом. Пусть все продадут все, что имеют, и принесут на средину. Только словом говорю, никто не смущается, ни богатый, ни бедный. Сколько, думаете, было бы собрано золото? Я полагаю, с точностью сказать нельзя, что если бы все мужчины и все женщины принесли сюда свои деньги, если бы отдали и поля, и имение, и жилище, не говорю о рабах, их тогда не было, быть может, отпускали их на волю, то вероятно собралось бы тысяча тысяч литров золота, или лучше сказать, даже два или три раза столько. Скажите, в самом деле, сколько теперь вообще жителей в нашем городе? Сколько думаете вы в нем христиан? Думаете ли, что сто тысяч? А прочие язычники и иудеи, сколько же тысяч золота было бы собрано? А как велико число бедных? Не думаю, чтобы больше пятидесяти тысяч, и чтобы кормить их, каждый день много ли было бы нужно? При общем содержании, за общим столом, конечно, не потребовалось бы больших издержек. Что же скажут, мы будем делать, когда и стратим свои средства? Уже ли ты думаешь, что можно когда-нибудь дойти до этого состояния? Не в тысячу ли раз больше была бы благодать Божия? Не изливалась ли бы благодать Божия обильно? И что же? Не сделали бы мы землю небом? Если между тремя и пятью тысячами это совершалось с такой славой, и никто из них не жаловался на бедность, то ни тем ли более в таком множестве, даже и из внешних, не христиан, кто не сделал бы приношения? А чтобы видеть, что разделение сопряжено с убытками и производит бедность, представим себе дом, в котором 10 человек детей, жена и муж. Она, положим, придет в пряжу, а он получает доходы от вне. Скажи же мне, когда больше издержат они? Вместе ли питаясь и живя в одном доме, или разделившись? Очевидно, что разделившись. Если 10 детей захотят разделиться, там понадобится 10 домов, 10 тропед, 10 слух и столько же прочих принадлежностей. А там, где много рабов, не для того ли все они имеют общий стол, чтобы меньше было издержек. Разделение всегда производит убыток, а единомыслие, согласие, прибыль. Так живут теперь в монастырях, как жили некогда верные. И умерли кто с голода? Напротив, кто не был удовлетворен с большим изобилием? А теперь люди боятся этого больше, нежели броситься в неизмеримое и беспредельное море. Но если бы мы сделали опыт, тогда отважились бы на это дело. И какая была бы благодать? Если тогда, когда не было верных, кроме лишь 3-х и 5-ти тысяч, когда все по вселенной были врагами веры, когда ниоткуда не ожидали утешения, они столь смело приступили к этому делу, то никем ли более это возможно теперь, когда по благодати Божией везде по всей вселенной находятся верные? И остался ли бы тогда кто язычником? Я, по крайней мере, думаю, никто. Таким образом, мы всех склонили бы и привлекли бы к себе. Впрочем, если пойдем этим путем, то уповаю на Бога. Будет это. Только послушайтесь меня и устроим дела таким порядком. И если Бог продлит жизнь, то я уверен, мы скоро будем вести такой образ жизни. Между тем исполняйте и твердо храните закон о клятве. Сохранивший пусть обнаружит не сохранившего, пусть увещевает и сильно обличает его. Срок близок. Я исследую дело и увлеченную отлучу и не допущу в церковь. Но дай Бог, чтобы ни одного такого не нашлось между нами, но чтобы все в точности сохранили это духовное условие. Как на войне, по условному знаку узнают и своих, и чужих, так пусть будет и теперь, ведь и мы теперь на войне. Чтобы и нам узнавать своих братьев. А каким благом для нас может быть этот знак и здесь и в чужой стране? Каким оружием против козни дьявола? Устань, неупотребляющие клятвы, скорые Бога преклонят в молитвах и дьяволу нанесут тяжкую рану. Устань, неупотребляющие клятвы, не будут и поносить, как бы из некоторого дома извлекли этот огонь из языка и извергни вон. Дай языку отдохнуть несколько и сделай язву менее заразительную. Об этом умоляю вас, чтобы я мог преподать вам и другое наставление, а до тех пор, пока это еще не исполнено, я не смею перейти к чему-либо другому. Исполняйте это в точности. Вас чувствуете наперед эту добродетель, а потом я предложу вам и другие правила. Лучше же сказать, не я, но сам Христос, но сам Христос. Глубоко укорените в себе этот навык. Если так будет, то не вы только предстоящие здесь получите пользу, но и все живущие во Вселенной. И не они только, но и те, которые будут жить после нас. Так добрая привычка, укоренившаяся и сохраняемая всеми, передается в отдаленные времена, и никакое время не будет в состоянии истребить ее. Если нечто, сыгравший дрова в субботу, был побит камнями, число 15-35, то делающий гораздо хуже того собирания и собирающий бремя грехов. А такого множество клят. Чему не подвергнется, чего не потерпит. Вы получите от Бога великую помощь, когда это дело будет у вас исполнено. Если я скажу, не оскорбляй, ты в оправдании в этот час представишь гнев. Если скажу, не завидуй, ты назовешь другую причину. Но здесь не можешь сказать ничего такого. Поэтому я начал с легкого, так как и во всех искусствах делают то же самое. Кто переходит к труднейшему, тот сначала уже изучил более легкое. Вы узнаете, как это легко, когда исполнил это по благодати Божией, получите и другое правило. Доставьте мне дерзновение и пред язычниками, и пред иудеями, и прежде всего пред Богом. Умоляю вас с той любовью к теми болезнями рождения, с которыми я родил вас. Галатам 4.19 Так как я верую, что Христос уже изобразился в вас. Но скажу вам другое. Братья мои, возлюбленные, возделенные, радость или нет, мой? Череписан 4.1 Поверьте мне, что не скажу ни иначе. Если бы кто-нибудь возложил теперь на голову мою тысячи царских венцов, украшенных драгоценными камнями, то я не обрадовался бы столько, сколько радуюсь о вашем преуспеянии. Даже и царь, я думаю, не радуется так, как я о вас. И что я говорю? Если бы царь возвратился, победивший все враждебные ему народы, кроме обычного венца, получил еще другие венцы и другие отличия в знак победы, то и он, я думаю, не радовался бы своим трофеем так, как я о вашем преуспеянии. Как будто у меня на голове тысячи венцов. Так я радуюсь. И естественно, если вы по благодати Божией сохраните этот навык, то вы победите тысячи врагов. Гораздо лютейших, чем тот. Вы поборете и преодолеете лукавых и злых демонов, не мечом, но языком и волею. И смотрите, сколько будет сделано, если только вы сделаете это. Вы истребите, во-первых, дурную привычку, во-вторых, злой помысл, от которого все зло, то есть мысль, будто это дело безразличное и нисколько не вредное. Третьих, гнев. Четвертых, любостяжание. Все это ведь производит клятво, а вместе с тем вы получите великое расположение и к прочим добрым делам, как дети, изучая буквы, них только изучают, но через них мало-помалу научаются чтению. Так точно и вы. Вас уже не прельстит злой помысл и не будете говорить, что это безразлично. Уже не будете произносить клятвы по привычке. Против всего этого будете стоять мужественно, чтобы во всем исполнил божественный добродетель, подобиться вами вечных благ по благодати и человеку любию единородного Сына Божия, которым Отцу со Святым Духом слава держава, честь ныне и пресной во веки веков. Аминь.